Приветствую вас на первом циничном канале. Я думаю, вы все, ну или почти все, слышали о таком явлении, как травоядные мужчины. Это примерно то же самое, что мисп Миктау, только, во-первых, авторство принадлежит японцам, во-вторых, это все-таки немножечко отличается явление. Что это такое? Если смотреть мисп Миктау, соответственно, на американский вариант, то, ну, мне там видится много фанатизма. То есть, все, вот, блин, прям вот, баба, это зло там, не дай бог. Бредовая, довольно-таки, позиция. Почему? Потому что вот этот фанатизм, как правило, обусловлен неуверенностью. Неуверенностью в собственных мыслях. Когда человек в чем-то уверен, он не фанатичен. Это, знаете, когда Павел, апостол Павел, приехал в Эфес проповедовать, его там чуть было не разорвали местные. И, собственно, местные стали скандировать «Велика Артемида Эфесская». Там был храм Артемиды и, соответственно, поклонение Артемиде, культ поклонения Артемиде. Так вот, «Велика Артемида Эфесская». И, собственно, один из местных же, один, по-моему, сотник, но он не то, чтобы местный был римлянин, он сказал, что «Неужели все не знают, что Артемида Эфесская велика?» Да, по-моему, это даже не сотник был, а просто из местных кто-то. «Знают. Неужели не знают, что здесь живут самые рьяные поклонники Артемиде Эфесской?» «Знают. А если знают, зачем орать?» Понимаете, когда люди что-то орут, когда они бьют себя кулаком в грудь и что-то доказывают, они в этом не уверены, как правило. Так вот, в этом плане мне вот это движение, оно даже не движение, а философия, идеология, если хотите, травоядных мужчин, она ближе. Люди ничего не доказывают. Они могут даже общаться с женщинами нормально, дружески общаться. Они просто не приемлют для себя традиционные формы ухаживаний, где мужчина должен тратиться, традиционные формы семьи, где опять же, ну опять же, насколько они традиционные, традиционные в последние 100 лет, где мужчина является поставщиком ресурсов. Им это все не нужно. Поэтому здорово, здорово, и мне больше нравится даже, чем мисп и мектал. Это во-первых. Во-вторых, что самое интересное, разные сейчас читаю данные, новых исследований не находил, но вот по тем данным, которые нашел, до 30% мужчин, до 30% так или иначе придерживаются вот этой философии травоядных мужчин. То есть никакие вот такие стандартные отношения с женщинами не нужны. Собственно, никакие не нужны. Сейчас не подумайте, что они там чем-то их заменяют, ничем не заменяют. Да, по-моему, 30 лет там порядка 20 с чем-то процентов девственники. Вообще не нужно ничего. Так вот, очень интересная философия. Но почему возникло именно в Японии, как мне кажется? Япония последние годы, даже десятилетия, вот все, что доходило до меня, новости оттуда, что там люди жутко работают. Что там появляется понятие сгореть на работе. Человек работает там 10, 12, 16 часов, сутки работает, просто помирает. Не выдерживает от переутомлений там либо инсульт, либо инфаркт и помирает на рабочем месте. То есть там, так или иначе, не важно, богато они жили, бедно. Они в любом случае знали цену деньгам. Знали цену деньгам в плане своего здоровья, здоровья и жизни. И поэтому, ну смотрите, если мужчина будет обеспечивать там женщину, жену, не важно, он же все равно, так или иначе, будет обеспечивать ее в своем статусе. То есть он же не будет обеспечивать ее там, исходя из 5% своего статуса. Поэтому сколько бы они ни зарабатывали, я к тому, что будь это бедные рабы, которые много работают, но мало получают, или будь это богатые рабы, которые много работают и много получают, сколько бы они ни получали, в этом обществе им будет навязываться модель, что на 100% нужно обеспечивать женщину, семью и так далее. И их это не устраивает, потому что они понимают, сколько стоит их заработок, что он им в жизни может стоить. И вот появляется такое, опять же не движение, а такая философия травоядной мужчины. Так вот, друзья, что я хотел бы и вам предложить, и кому это интересно, что можно было бы позаимствовать. Сейчас в России финансовый кризис. Ну, в принципе, здесь кризис случается, здесь легче посчитать, когда его нету. Так вот, сейчас кризис все-таки довольно-таки острый. То есть, во-первых, это уже кризис близится, мировой экономический кризис, потому что он раз в 10 лет случается. Ну, смотрите, сейчас 18-й год, 2008-й мировой кризис, 98-й обвал рубля. Но, опять же, в результате мирового кризиса, 88-й, те события, которые повлекли развал Советского Союза. Но там более все-таки был искусственный кризис. То есть, помогли Союзу развалиться извне. Сейчас 18-й. Так или иначе, раз в 10 лет. Но сейчас на этот кризис накладываются санкции. То есть, он будет для России даже больше, чем для всего остального мира. Так вот, сейчас вы как никогда почувствуете цену деньгам. Вы будете субъективно, ну, точнее, субъективно они будут дешеветь, а объективно дорожать, получается. Наоборот, субъективно дорожать, а объективно дешеветь. То есть, субъективно вы будете за них все больше и больше вламывать, а объективно вы на них все меньше и меньше сможете купить. То есть, ваши доходы, зарплаты будут снижаться. Даже не в том плане, что вам зарплату снизят. А потеряли работу, раньше через месяц устроились, сейчас через полгода дольше будете искать и так далее. То есть вы будете меньше и меньше зарабатывать, а колбаса в магазине будет дороже и дороже. И в этом плане, смотрите, есть два типа антикризисного управления. Первый тип, он так или иначе крутится вокруг преодоления последствий кризиса. Кризис однозначно плохо, нужно минимизировать и потом преодолеть минимизированные последствия. Так вот, а есть системный подход к кризису? Кризис это неоднозначно плохо, кризис открывает новые возможности. Кризис это точка бифуркации. То есть вот система существует, там растет, существует стабильность, спад в результате флуктуации, точка бифуркации так называемая. Дальше система не может существовать в том виде, в котором существовала. Но это не значит, что то, во что она переродится, будет хуже, оно может быть и лучше. И соответственно задача антикризисного управления в том, чтобы было лучше. Чтобы новое, возникшее на старом, было лучше, чем старое. Так вот, подумайте. Да, сейчас вы теряете в деньгах. Да, может быть многие даже из вас там теряют работу, депрессуют из-за этого. Но подумайте вот над чем. До недавних пор, как выглядело соотношение прозрения и эллинизма того же. Допустим, мужчина, который более-менее понял, там, другу, соседу, брату, свату, говорит, что, слушай, стоит ли так вламывать? Стоит ли прогибаться там под женщин, обеспечивать? Там, не знаю, ты сейчас в отношениях с женщиной, у которой это десятое отношение. Ну, скорее всего, она тебя использует. И на что он получал ответ? Там, блин, да я настоящий мужик, да я должен. Вот этому настоящему мужику все-таки, ну, было легче, что называется, бодаться. Там, чи да или чине. И все, и вперед пошел обеспечивать. Так вот, что он видел вокруг себя? Он видел таких же, как он, он видел тех, кто там, по его мнению, неудачник. Ну, а, соответственно, такие, как он, не знаю, он сосед Пяти, работает 12 часов, а я буду 14, чтобы быть удачником этим, счастливчиком. А то он неудачник. Что он сейчас будет видеть вокруг себя? Итак, если не сбавит темп обеспечения, если не сбавит темп, скажем так, выработки, самовыработки, то есть исчерпания из себя там ресурсов, допустим, даже для женщин, то что он будет видеть? Он будет видеть, что Вася не работает 12 часов, а Вася скопытился 2 месяца назад. Тремя днями позже его там спалили. Еще днем позже на его место нашли другого специалиста за эти же копейки. Еще полутора месяцами позже его вдова вышла замуж за Петю. Может быть задумается. И в этом плане кризис предоставляет возможности. То есть, с одной стороны, вы потеряете в зарплате в течение нескольких лет, может быть там 3-4 лет, с другой, может быть, вы приобретете жизнь. Вы поймете, что лучше таким трудом добытые деньги все-таки тратить на себя. Чего? Что поняли японцы? И, на мой взгляд, вот почитайте, почитайте вот про это движение травоядных мужчин. Блин, опять все, движение, движение. Вот именно, что не движение. Вот именно, что движение, это все-таки, опять же, фанатизм. Мы, мы, мы там пошли вперед. Вот именно, что там не движение, а философия. И не надо никого агитировать. То есть, мужчины смотрят и понимают, что это разумно. Там нету воли. Там нету солидарности в этом. Там есть просто понимание разумности. Что неразумно быть вот этим обеспечивающим ресурсом. Поставщиком ресурсов. Поэтому, почитайте. Очень интересное явление. Ну, единственное, что на русском языке информации мало. Информация вся такая, где-то года 12-го. Самая свежая. Вот. Поэтому, что хотел бы порекомендовать. Используйте кризис. Используйте каждый вылет с работы. Используйте каждое снижение зарплаты. Попробуйте понять стоимость для вас денег. И, может быть, отпадут вот эти вопросы многочисленные. Которые сейчас идут. Что, ну, а как же без отношений? Все равно там, хочешь не хочешь, а прогибаться будешь. Потому что это гормон свое требует. Вот когда вы поймете стоимость гормона. Стоимость требований гормона. Что это печка-крематория. Может быть. То, может быть, он и перестанет требовать. Или же вы как-то общий язык с ним найдете. Поговорите, и он поймет. Вот. Такие сумбурные, но все-таки мысли по поводу... Общества травоядных мужчин.